так чингис у меня следующий вопрос был про кусанайские пожары почему кусанайские пожары прошлого года не стали уроком вкратце но мы тоже задели еще раз вот дополни почему как ты думаешь все-таки вот если нескольких словах но уроки получает кто да кто настроен учиться к настроен учиться и кто получает оценку а то есть если из 8 на уроке сидит если двоечник да и сидит двоечник да он что-то ему объясняет а он в карты играет пока он играет в карты да то есть и он знает что ему татешка позвонит директору школы у него чисто готов другу поставь ему там пятерку ему не нужно тройку ему хватает что главное же выпуститься да там пусть делать что хочет привези так как поэтому наши сидят и карты играют поэтому я не думаю что эти пожары каким-то концептуальным образом вот это и кургандинский не в прошлом году кроме кусанайских еще были в каркерой страшнейшие пожары да каргандинской области были в акмолинской в алматинской предгорья горели и они горят же каждый год да просто в этот раз когда у нас же не любит когда с тебе пассивные но показывают какой-то из них у нас такое не любят вот и поэтому такое так сказать такой фидбэк да все это получил такой фидбэк поэтому и люди еще погибли до таких промышленных количествах поэтому я надеюсь я надеюсь да что будут или выводы будет изменение но опять же изменение буду только в одном случае если наше общественное мнение у нас в казахстане до а позиции все сети они как на реке они помнят все там две недели на среди недели ничего не помню вообще хочу делать все забываю хочу делать врачи не было как будто и ничего не было и вот и только надежда на то что этот этот трек да он будет в общественном мнении да и то есть я надеюсь да что люди будут писать тем же самым депутатам вот и депутаты будут в парламенте до задавать разные неудобные вопросы да потом я надеюсь что эти родственники они не успокоятся потому что получат там какие-то плюшки до одноразовые от государства до будут долбить да и будут долбить люди которые которым не нравится чтобы выгорел реликтовый лес и я надеюсь что и другие граждане будут заботиться и беспокоиться о собственной безопасности что но не у всех есть возможность да то есть почему люди в таких вот опять же дома жилье да потому что мы деваться деваться не буду да ты с учетом какие у нас там ставки на критерию люди у нас не имеет возможности покупать достойное жилье а с другой стороны да у нас те кто устанавливает нормы да они идут на поводу уже у других жадин до которые строят в степи да такие высотные дома как то мы в японии на мусорных островах строим дома да но это уже другой так но общий контент он приблизительно такой же да то есть жадин уже пора давно наказывать да и тут и тупых тоже пора наказывать и тупые жадины да они не должны системе госуправления работать да то есть люди некомпетентные должны нас избавить от своего присутствия должны открыть свою пельменную да и заниматься пельменями да но ни в коем случае не госуправлением да что выступление это искусство да для этого нужны мозги да и мотивации эти нет ни того ни другого ты не должен находиться ну кстати слову скручен из ты же преподавал да и прибыл из управляющими при президенте преподаю вот это самое приходили из преподает госуправление и все же служащих руководителей разных звень звеньев слоев и уровней учит как быть правильным госуправленцем как вообще на госслужбе и ну как бы человек опытнейший по крайней мере моем окружении вот это самый опытный человек касательно госуправления вообще всего и подытоживая твои слова получается что уроки не извлекается из-за того что у нас ну образно говоря двойщики которые уже наперед знают свою судьбу да то что за них там ничего не будет и у него всех будет прекрасный шоколад надо в любом даже самом темном раскладе печально слава богу есть фейсбук вот если бы не было фейсбука и не было бы инстаграма ты думал что мы могли бы даже и не узнать пройти пожары то есть мог могла выговорить за целый район там не знаю области выгорит пока к нашему дому не подошел бы огонь да мы бы не знали да мы бы и не знаю сейчас уже об этом говорят да есть общественное мнение которые требуют да что кого-то менять что-то с кем-то что-то плохое происходило и сейчас люди в казахстане уже не те которые были там в семнадцатом году мы уже не те которым в девятнадцатом и мы уже не те которые 22 то есть мы должны понимать что если есть такой трек для того для выживания этого государства да я сохранить государственности для сохранения общества то есть уже пора подходы менять и если это руководство мчс да посмотрит да я думаю что неприятно будет осмотреть но это чистая правда да как к сожалению но я поэтому брате и попросил чтобы не я один да чтобы мы с тобой в виде диалога да и вот твой взгляд со стороны то скажем они уже наверное устали слышать мои слова и думаю этот красавчик уже достал и как думают я думаю все так думают потому что это же объективные факты и ты как человек гражданский как управление с госуправлений сдай чтобы твое мнение тоже они услышали не только руководство до коллеги да так рядовые граждане может я думаю многие извлекут полезные следующий вопрос у меня вот такое знаешь чуть-чуть законодательно юридически как ты думаешь почему вот у нас есть закон агз еще с 14 года там я не знаю кто протащили такую норму что контроль профилактика предупреждение пожаров в лесном фонде возлагается на комитет лесного хозяйства и животного мира кажется дозвольте сердце да то есть профилактика пожаров возлагается на комитет лесного хозяйства и дальше идет 63 статья кажется там тушение ликвидация пожаров тоже на них возлагается и при согласовании и соглашениями с министерством пчс то есть не будь этого соглашения и без уведомления разрешения министерства экологии получается министерство пчс свои силы средства не имеет права направлять то есть полностью профилактика контроль надзором и ликвидация специальные природоохранный режим да возможно только только поэтому есть специально там еще есть носка что то же самое профилактика и ликвидация на объектах водного хозяйства транспорта авиация возлагается на профильные ведомства то есть получается у меня вопрос для чего-то на министерство пчс да если ну давай мы тогда контроль надзор на объекты взраховании на минздрав переложим профилактику пожаров там в детских садах школах вузах на образование просто профильная профильные ведомства до тех у которых есть комплексная ответственность то есть подразумевается комплексная ответственность администратора конкретного там нацпарка до или правоохранной территории которая должна под ключ обеспечивать все там потому мне кажется чуть-чуть неправильно в плане того что это не профессионалы они не не то что профилактику это тут берется зарубежный опыта где вот во всех нацпарках насколько я припоминаю да именно санитарная вырубка противо огневые до мероприятия и так далее так далее там распашка да вот который распахивать же в лесных массивах да то есть специально чтобы даже не соприкасались это все делает местные так сказать то есть отраслевики то есть данный как администратор вот этого там нацпарка или или там предоохранной территории и он несет персонал если чтобы вот эти мероприятия правоохранные с одной стороны там честные до были осуществлены и при этом у него есть и силы и средства да то есть и у них должны быть до приданные им соответственно оборудование то есть и на это выделяется хочу сказать достаточно приличные деньги потому что как раз таки на министерской экологии это одно из не бедных министерств и особенно не бедный там тот же комитет водного хозяйства один из богатейших комитета вообще страну смотри получается вот в этом в этой тематике министерство экологии и министерство по чест имеют тесные соприкосновения должны обучать да вот вот я чего хотел сказать в основном наши сотрудники все проходят обучение у нас академии с телом чс рк да и там все выпускники я больше чем наверно уверен сто процентов несут службу у нас в нчс я сомневаюсь что министерство экологии выпускники нашей академии работают там в основном лесники да у них может быть какое-то образование лесничество лесничего там или я не знаю какое образование у них но они не пожарные профессиональные пожарные тем более они не профилактики хорошего да и и да я даже подознаю как же ситуация почему да сейчас ответственность почему те 14 лесников ушли тушить сами пожар на ненадежной технике кто-то на личном транспорте даже лопатами да там какие-то хлопушками то есть они во первых не обучены они непрофессиональные пожарные они не имели с должного снаряжения и защиты органов дыхания они не имели должного опыта только один был сотрудник кажется один пенсионер нашей противопожарной службы вот он имел действительно навыки но он был один не имея должного но вот это вопрос я думаю комитета лесного хозяйства и я думаю что я уверен что там будут перестановки теперь и вопрос конечно к министру до вот министры тоже масса вопросов к к пожарам до в природоохранных зонах я думаю что думаю что здесь наверное кто-то должен сильно сильно здесь делать во первых выводы да и пострадать и думаю за посмотри вот эта норма да вот она как бы очень сильно спасла тому того же самого или на потому что он сразу как случился этот пожар в абайской области он сразу начал везде выступать и говорит что согласно пункта такого это все ответственность комитета лесного хозяйства мчс здесь вообще не при делах и это его спасло действительно он потом допрашивался видит в качестве свидетеля просто если бы этой нормы не было вся профилактика я почему-то до сих пор считаю что профилактика все равно должна возлагаться на там просто я предполагаю да что здесь вопрос самом деле чтобы вот то что у лесников нету навыков по чес а учесть нету навыков именно в предохранке потому что там специальный режим да то есть предполагается что туда большие машины не должны заезжать да то есть там но там дети охраняемые животные и так далее то есть там есть шумовое загрязнение не но я считаю должен быть какой-то комиссионная абсолютно инспектирование вот где-то здесь вот здесь совершенно правильный вопрос начались концептуал ответственности должна не только комитета лесного хозяйства и министерства экологии данным честа же это вот как опять же с той же т.д. потому что тушили все равно честники кто-то пожарных кто ответственность за что разрушены то есть кто-то ну вот кто кто-то миссис я считаю туман и энергетика мир кто-то не сердце в лице через это в там проще на безопасность 50 ответственных одно тыс на нет вот здесь конкретно и в данном пожаре да именно в семью армана вот именно по всемирманы комитет лесного хозяйства они крайне а смотри а наказали кого отстранили или на министерство по честности юридически разбираться он тут ни при чем потому что это зона ответственности комитета лесного хозяйства но я ушел от цели потому что он просто просто он уже был под прицелом уже просто достал задать на говоря а хотя его может было еще там на те же самые кибуцузских цтс как или на тимурталовских шахтах снести по идее все хотели бы да не снести моментов было очень много и по нему чё там сейчас вспоминается только коррупционные скандалы какие-то вертолеты там квартиры секретарь но я не хочу даже вот этого да но хорошего то вспомнить ничего ничего ну человек все равно как говорится сидел даже погода сегодня не сняли да да ну и сейчас он на пенсию там оформит и будет минимум полмиллиона месяц получать там ну да ладно и сейчас вот эти кадровые перестановки да кстати чуть от иду вот видела в абайской области президент засушил вице-министр культикова тоже целый генерал не смог там обм и мучал пока я прервал его к бестолковый грид доклад не может он доложится это еще я без я знаю типа и поняла министра нового и прям неоднозначно сказал разберитесь в первую очередь кадровые вопросы я прям это и все прям подхватили также был направлен министерство председатель комитета по комитета противопожарных в общем доклад я прерываю бестолковую информацию даете по и абсолютно не актуально значит новый министр я вам даю полномочия рассмотреть ситуацию прежде всего кадровые в министерстве поскольку люди непрофессионально работают и дать соответствующие предложения потому что нам нужны профессиональные карты а если так работали мне стало приятно что даже президент увидел что все решают кадры а кадры у нас очень слабый целый генерал и все сидят и не могут около карты там кадры вот кадры это вот это половина вопросов так он это нормальное планирование ответственность потому что ответственности все у нас бояра потому что его рода ты не можешь сказать чего чего ты хочешь чего ты хочешь и к чему ты должен прийти вот за конкретные сроки мы буду сидеть и хороший кадр но ничего дальше и сейчас он насколько я знаю информация прошла до меня по крайней мере дошла что сейчас вице-министр кульдикова уже на пенсию отправляют или отправили уже ну честно говоря когда сам президент подымает министр после этого доклада и говорит решить кадровые вопросы то это уже всем понятно что кульдиков уже кредит доверия потерял и ничего ему больше не светит надо рвать копки утрата да 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 модное слово поэтому и министр новый понял что к чему это все и сам кульдиков понял что все ему надо собирать вещи и пока пока еще что мы не средневековой японии да казнили бы четвертовали бы просто сразу сипокусе должен был а бы сюда пойти и сделать ну повезло им и ну как бы я смотрю там еще ряд председателя комитета вроде противопожарных на понижение отправили ну честно говоря я бы этот список дополнил бы там с десяток руководителей которые честно говоря и на своих местах сидят и и то что ничего не делает даже тормозят мешают многим ребятам я не говорю что все плохие есть у нас руководстве очень хорошие там полковники да вот из них можно было и генералов сделать есть за что но это вот тот в любом коллективе есть какой-то процент работяг да на которых все держат абсолютно это касается кстати любого ведомства и вот они пашут они вот с 8 утра там до 10 до 12 ночи порой до без выходных без ничего а другая часть вот такие вот так скажем паразиты на здоровом теле которого сосут вот эту всю энергию дальше они в шоколаде не в премиях на развлении регалиях а тех прям жалко вот реально вот из них можно хороших руководителей они средовых пожарных многие начинали они знают все это вот прям подноготную но увы их потолок уже обозначены они сами это все знают и они вот просто ждут быстрее бы это все закончилось их просто не отпускают поэтому хотелось бы конечно более справедливо вот это все почему как ты думаешь сняли министр по чес или на и никак не задели министра экологии с улейменову я думаю здесь такой термин может быть это отложенное действие я думаю что она еще не так давно сидит министром но это так официальная версия да да нет но на самом деле я думаю что ее снимут я думаю я не то чтобы я уверен что и снимут сентябре сейчас депутаты сентябрь ну потому что новый политический сезон в сентябре будет подведение итогов подготовки к топительному сезону и еще многому другому я думаю что у нас и правительство поменяется да и госпожа с улейменова но моя вероятность процентов 90 не усидит на своем месте вопрос что с ней будет дальше вот я думаю что здесь более интересно вопрос что будет госпожи с улейменовой и вопросу что будет с комитетом леса и в целом с административно с администрированием да именно этого комитета и отдельно да здесь вопрос вот у нас нацпроекты даже и вопрос по пожарам в введении до министерства экологии я думаю что должен будет в новой сессии парламента да должен быть принята на мой взгляд это отраслевая программа которая должна покончить с этим явлением и там в этой программе я думаю что должны быть закреплены зона ответственности к сожалению уголовный это не уголовная до ответственность но она должна быть прописано до следующий вопрос хотел бы тебя твое мнение вот почему вот нашей стране пожарных и спасателей самые низкие зарплаты вот несмотря на риск да несмотря на опять же да то есть вот как мы уже говорили об этом я повторюсь это просто уровень заинтересованности и уровень компетентности руководителей ведомства и то есть на примере на контрасте с министерством просвещения все вот вот я я даже вся вопросе потом дальше написал что мы раньше нас всегда пожарных сравнивали с бюджетниками с учителями врачами да мы получали тогда выше их и учителя врачи все били тревогу там вот мы самые бедные после этого не знаю или пандемия помогла минздраву вот асхат от моего амбетов поднял зарплаты всем педагогам несмотря на штат который там десятки раз больше чем чесно и сейчас получается пожарные даже после этого январского повышения получает два два с половиной раза меньше чем те же самые учителя и врачи которые раньше получали ниже нас то есть они нас обогнали в разы мы несмотря даже на вот это повышение на 70 процентов до сих пор отстаем и пожарный получает до сих пор намного ниже средней официальной средней зарплаты по стране эта профессия опять же напомню вторая по опасности по риску после шахтеров и это вот вопрос да к руководству ведомства чем этом занимается то есть дополнительно я для себя хотел от тебя услышать то есть ты мое предположение с твоим совпало в плане того что опять же все проблемы в руководстве ведомства да то есть я не уверен что если бы пришел кто-то из министерства по чрезвычайным ситуациям в парламент сказал ребята дайте нам денег да то есть мы должны пожарных переобучить мы должны завлечь туда кадры да высоко квалифицированные мы должны там компенсации нормальные платить мы должны я хочу узнать хоть один депутат против проголосует и давайте я лично готов заняться этим депутатом вещи без разницы кто но я вот очень бы половину я на мажориста персонально лично знаю да много-много лет да там задолго до этого созыва да и хочу сказать что там люди вот кого я лично знаю они все без исключения поддерживать то есть образного давай вот это видео им раскидать я всем делаю себя на фейсбуке публику обязательно что я уверен что это вопрос исключительно так что друзья пишите ваши комментарии обязательно очень из у него действительно я знаю очень большое количество знакомых которые сидят и может асхатать момент чем кстати сейчас можно пазель комитета вам чел нам придет нам просто такие люди нужны я уже не смотрю да он там потому что нам приходят в руководство люди ну которые никогда стол не держали пожарные тушили поэтому если придет тут дело даже не в этом дело в том что просто нужен проектный менеджер который просто будет болеть за эту тему а мне нужно уметь одевать там не знаю не обязательно уметь тушить пожар не но лично мое мнение да вот раз ты возглавляешь ведомства ты должен снизу чтобы снимать все проблемы за вот здесь сейчас у вас проблема же не проблема в основном сейчас финансовая финансовая да и вопрос в том что обеспечить вот отраслевое взаимодействие и так проблема финансовая потому что это вот как мы говорили самый главный ресурс это люди не техника не снаряжение это люди у министра должен быть вот я вам скажу даже в чем искусство управления искусство управления в том что у тебя должны быть во первых да то есть люди которые у тебя будут проводить твои мероприятие реализовывать, это должен быть отраслевик обязательно. И второе, у тебя должно быть 2-3 человека, которые тебе правильные бумаги напишут, которые по отдельным узкоспециализированным вещам, я уверен, что министр ПЧС не разбирается во всем, потому что это невозможно. Человек не может разбираться во всем. Но он должен быть хороший управленец, который по итогам 3-4 бумаг просто все это сопоставит. Который сможет зайти куда надо и сказать, ребята, вы хотите сгореть, условно? Или хотите, чтобы люди, которые сгорели, к вам с вилами пришли? Не хотите? Давайте сюда бабло. То есть у министра не обязательно во всем должен разбираться, но он должен быть пробивной. Любая бумага должна иметь ноги, она должна прям пробиваться в правительстве. И пробивной, но еще должно быть видение. То есть он должен просто весь этот пазл сопоставить, сказать, у нас вот здесь проблемы, вот здесь проблемы, не молчать, не ждать, пока уже все не сгорят, условно говоря, а сказать, у нас проблема с тем, что у нас двоечники учат детей. У нас же вот тот же самый Ильин, да, вот, наверное, ты сам видел, сколько, и даже любой гражданский, да, человек, не обязательно наш коллега, он даже с экрана видно было, что он делал только тогда, когда ему сам президент это все показывал, и вот даже после Кустаная вот это, повышение зарплаты, это по указанию президента, то по указанию, и у него любая речь начиналась по указанию главы государства. А когда ты сам будешь что-то, да, когда твоя, с тебя инициатива будет... Я зачем, ты же первый руководитель. Да. А нет, ему надо было пока вот, и это президент, извини меня, будет внешней политикой заниматься или внутренними, да, вот именно, хозяйствами, проблемами, а зачем тогда ему кабинет министров, да, получается, если сам президент уже и будет и пожарами разбираться, и проблемы пожарных, да, жилье, соцпакетов. Да, вообще, да. Ну, это, честно говоря, вот я даже смотрел выступление, да, мне за президента так обидно стало, да, когда... Для чего вот эту армию дармоедов держать, да, когда целому президенту он отменил куда-то поездку, визит во Вьетнам, что ли, международная, да, вот визит должен быть, и он отложил и занимался пожаром. Ну, это... Это стыдно. Стыдно просто, да, на самом деле стыдно. Теперь другой вопрос. Ну, тут у меня оснащение, техника, мундирование, снаряжение, оборудование, это я уже... Это мы все уже поговорили. Что нужно, как ты думаешь, сделать, чтобы наша профессия была престижной, да, как вот в Европе, в США, вот. Это реально вообще в ближайшие годы, или пока это... Я думаю, что это можно за год поменять. Реально. Это абсолютно реально поменять за год, то есть кратно повысить зарплату, опять же, тем же педагогом, в 3-4 раза повышая зарплату, в 2-3 раза повышая... Насколько сейчас спрос, да, в пединституты начали поступать опять люди, чтобы безруком даже трудовиком быть. Да, именно про это я и говорю. Второе, да, закупи модную, хорошую, крутую технику, сними там, не знаю, пару фильмов про пожарных, пару фильмов. Знаешь, про технику я тебе расскажу, да, вот закупают крутую технику, да, в Алмату, в Астану, в Ченкен, там, Ак-Тюбе, может, крупные города. Показные части строят, новая часть, там, все, кто-то приезжает, депутаты, им показывают, понятное дело, не старую часть на экране, а показывают самую свежую, где новая техника сгоняет в эту часть, там, все, все побриты, поглажены, ну, все, показуха, как всегда. Эта техника, ладно, ездит, ломается, ломается за счет водителя, ей там срок списания приходит, если уже она все сыпется, ее отправляют куда? Ее отправляют в какой-то город, Караганду, Тимиртау, Петропавловск. Она там вторую жизнь, лет 10-15, ее там за счет водителя, они как-то ее поддерживают, запчасти в свою карман покупают, начальник частей, все, она невозможна уже на ней ездить, уже стыдно, она сыпется, ее отправляют куда? Ее отправляют в район. В ауле, да. Да. В конце, она через лет 40 в ауле где-то сыпется, цистерна бежит, они до пожара доехать не могут, и это было вот даже в семье, вот, да, вот, ребята скидывали видео, их километр, вот у меня телефон, и перегревается, бензонасос не выдерживает, там, цистерна бежит, они там сами, там, за свой счет, буксир, их тащат, и гражданские даже снимаются, смотрите, наши пожарные, там же есть нормы, да, условно, вот, да, закупаешь, ты куда-то, вот, не знаю, вот, в Акимат любого области или города, они же не ездят на, не знаю, на Волгах, на Волгах, вот, как норма для Волги, или для любой машины, которая ездит в Акимат, вот, просто сделать, и опять же, пусть депутаты этим занимаются, потому что, почему у нас опять лексусы покупают, да, для каких-то Акиматов, лексусы, то есть, пока ты не доведешь парк техники в ЧАЭС, да, да, средний, средний возраст, по техпаспорту, техники в ЧАЭС не должны быть ниже, да, средней, чем техники в любом другом ведомстве данного Акимата, например, все, вопросы, концептуально, там, можно в норме все прописать, опять же, да, можно об этом поговорить, и какой-нибудь, подготовить, какой-нибудь депутатский запрос, или письмо о тех же пожарных, например, там, к тому же, вот, не знаю, ну, к одному из депутатов парламента, потом можно на эту тему отдельно поговорить, и все, и пусть они депутатские запросы сделают один раз, а потом, там у нас и блогеров-то полно, в парламенте, пусть они займутся, для куража, и будут каждый год проверять, потому что подходишь, да, там, в район Акимата, и даже в районах, смотришь, одни, прадики стоят, да, да, ланг-крузеры на парковке, или, помните, знаменитые, Аким, там, чего это, семей, да, или Павлодара, который на Порше катался, жена ему дала покататься, вот, ну, надо, чтобы, так сказать, мы, конечно, немножко сейчас утрируем, да, для смеха, да, но, в целом, эту норму можно прописать, если захотеть, конечно. Следующий у меня вопрос был, знаешь, касательно законов, да, почему вот наши чиновники, так скажем, слуги народа, да, используют закон, в своих целях, ну, как у нас получается закон, как дышло, да, куда повернул, так и вышло, для кого-то, как говорится, все, а для кого-то только по закону, почему вот закон, да, стал таким инструментом, да, это получается, у нас говорят, что единовласие, да, закон для всех равен, там, все равны перед законом, но почему у нас вот руководство, чиновники имеют право, да, позволяет, по крайней мере, себе нарушать законы. Некоторые. Некоторые, да. И им за это ничего, ну, как говорится, не прилетает. А любой сотрудник, любой гражданин даже, мало-мало, даже вот тут сравнить, да, вот, как бы степень наказания, вот, недавно вот в обсуждении же по всем соцсетям с этими вайнерами, да, им 5 лет, да, а там за убийство полтора года, да, там. Ну, почему вот такое вообще происходит? Ну, это случай такой, да, общественный, а у нас вот, в частности... Концептуально, я забегаю вперед, скажу, концептуально, да, это из-за того, что у нас очень слабая паровая грамотность, наши граждане совершенно не знают своих прав, вот, ну, какую-то частичку, может быть, знают, да, но где-то от кого-то слышали, да, что-то такое, да, это одно, то есть они не знают своих прав, и второе, они не знают своих обязанностей. Вот, и они не знают своих обязанностей, это, наверное, даже страшнее, да, чем, не знают своих прав, но, я еще раз говорю, то есть у нас ситуация понемножку с гражданским обществом немножко меняется в позитивную сторону, да, благодаря соцсетям, и очень хорошо, что сейчас хотя бы очень тяжело что-то скрыть. Это, ну, одна из таких достижений, да, которые очень сильно поддавливают снизу. Вот, я думаю, что годик, другой. И мы тоже этому способствуем. Да, мы сейчас, прямо сейчас этим и занимаемся, прямо сейчас на диване. Я просто, вот, к примеру, да, вот, даже, вот, я же говорил, вроде бы, по закону ОГЗ, там, Министерство Патчерс в этих лесах ни за что не отвечает, да, но в то же самое время, нарушая Конституцию, наше руководство отправляет ребят, которые должны отдыхать, в их свободные выходные, да, по частному сектору, патрулировать акватории, да, хотя, по идее, они этому не обучались. Они пожарные, их учили потушить пожары, но не спасать на воде. Они многие сами плавать не умеют. А уметь плавать и спасать человека на воде это разные вещи. Не каждый умеет спасать. Даже не каждый спасатель умеет спасать. Это нужно обучаться, это практика. И тут конституционные права, да, самих граждан, да, это никто не имеет права проникать в их жилище, заходить, беспокоить, да. Тут наши в приказном порядке отправляют ходить по частному сектору, заходить, проводить проверочные действия, выписывать нарушения, это заставляет расписываться граждан, да. То есть, это нарушение трудового законодательства, это, то есть, вся эта переработка в их личное время, она должна компенсироваться финансово или в виде отгулов, как-то. Ну, когда у Министерства труда пойдет? Да. И вот вопрос, да, у нас есть вообще, есть ли у нас вообще трудовая инспекция? Я ее ни разу не слышал и не видел. Я скажу, вот вопрос трудовой инспекции, да, это вопрос же на один. Вот это такой яркий пример. Ну, у нас тоже этот вопрос. Яркий пример. Вот, нет, просто, вы понимаете, их, так сказать, профессиональная компетенция, в первую очередь, этого министра и нынешнего предыдущего, да, довели нас до Кантара. Ну, вот, они нас довели до Кантара и вот, смотрите, ничего с ними не происходит. И, ну, я вот, в частности, да, про наше Министерство по ЧАЭС, если такая трудовая инспекция у нас в городе существует, здесь она реально работает, ну, покажите свою работу, вот вам реально, свяжитесь со мной, я вам факты прям на бумаге в виде приказов, то, что ущемляются права наших сотрудников, то, что им никак это не компенсируется, в свое личное выходное время, это, опять же, право на отдых, опять же, конституция, все это нарушается, никак не компенсируется ни в виде финансовых видов поощрений, ни в виде отгулов, и это все, опять же, давит на самих сотрудников, даже после увеличения зарплат, ну, у всех семьи, родителей, по крайней мере, до черт с ним, человек хочет отдохнуть, он планирует свои выходные дни, его вызывают, выдергивают, если он не приезжает, с него объяснительно, его давят, его гнобят, преследуют, то есть, это такой, ну, как он, буллинг, не буллинг, моббинг, но, вплоть до абьюза, я говорю, тут абьюзером выступает руководство и доволен от того, что, а сколько случаев суицида среди сотрудников, ну, и, опять же, расследование, к чему, ну, сам виноват, да, суицид, все, а первопричина, что, это, большая часть, это проблемы, конфликты на работе, на службе. Кто-то будет говорить из вас?